Объявляю доклад Лекцию Лекцию заведующего лаборатория нашего института профессора Алексея Юрьевича Егорова Название «Экспериментальное моделирование психических расстройств, шизофрения и алкоголизма» Наш института Коллеги, готовьте вопросы Поскольку здесь, я так понимаю, людей знакомы с психиатрией, очевидное меньшинство Я позволю себе напомнить те критерии, на основании которых Среди людей, естественно, не среди крыс Среди которых мы пытаемся наблюдать состояние, восстанавливаются и алкоголизм Вот здесь написаны первые четыре критерия Причем каждый из них должен существовать у данного человека не менее одного месяца Включают они в основном, так называемые, продуктивные симптомы Это симптомы расстройств, восприятия Типа галлюцинации, псевдогилцинации А также нарушения мышления в виде бреда Всего критерия в шизофрении Это наша классификация МКБ10 Международная классификация болезней Которая, конечно, уже немножко устарела Но мы продолжаем пользоваться Ну и вот еще дополнительные критерии шизофрении Еще четыре критерия Из них, вы знаете, должно существовать еще как минимум два Причем первые при этом могут не быть Поэтому в настоящее время диагноз шизофрении достаточно формализован Здесь вы видите, опять же, уже хронические галлюцинации Которые обычно наблюдаются у больных шизофрении Ужедрительные болеющие Сюда же относятся специфические расстройства мышления Которые проявляются в речи Вы видите, это заболевает поток Обрывы, штаборги, наплывы и так далее Ряд двигательных симптомов, характерных для одной из форм шизофрении Залучившей название еще в 19 веке Кататонических Это либо застывание в виде ступора Либо наоборот, бессмысленное психомоторное возбуждение Ну и, наконец, негативные симптомы Которые свидетельствуют уже о снижении Эмоционального любого состояния данного больного Ну и вот из той же классификации Критерии зависимости Да, должно быть минимум два И тоже на протяжении как минимум полугода Естественно, это критерии общие Потому что не существует каких-то отдельных разделов На разные формы зависимости Это общий раздел во всех классификациях Называется он психические поведенческие расстройства Вследствие потребления психоактивных веществ Ну и первым пунктом там стоит вследствие потребления алкоголя Ну вы видите, что для этого должно быть Во-первых, то, что по-простому называется тяга Потребность или, как ее еще называют, психическая зависимость Необходимость принять данное вещество В частности, он как бы нарушение способности Контролировать начало процесса и окончания И дозировку Это то, что называется потеря контроля Очень важный момент, который свидетельствует В переходе, скажем так, обычного бытового пьянства Физиологическое состояние отмены Это характерно для алкоголя Не для всех психоактивных веществ Это характерно То есть физическая зависимость По-простому похмелье Признаки толерантности Когда для получения состояния обвинения Требуется все большая доза Соответственно, уже более социальный Такой психологический признак Как прогрессирующее забвение Альтернативных интересов И продолжение употребления Смотря на вредные последствия Если мы посмотрим на академиологию Эти двух расстройства В отношении шизофрении она очень простая Около 1% городского населения В разных странах Если мы берем алкоголизм То, как вы понимаете Он будет сильно меняться В отличие от страны В отличие от культуральных влияний И более того Мы никогда не имеем подлинной официальной статистики Ну, как и не все больные шизофрении Попадают на учет Как вы понимаете На учет попадает Абсолютное меньшинство больных алкоголизмов Ну, по крайней мере На сегодня Если мы берем официальной статистике У нас страдает алкоголизм Около 3% населения Ну, как вы понимаете Естественно Эта цифра должна умножаться На какое-то число Узнать число достаточно сложно Для этого нужны Достаточно серьезные Социологические исследования Которые у нас в стране К сожалению Не проводятся Тем не менее Имеется статистика О коморбидности И надо сказать Что вот она Тоже разнится Хотя в каких-то исследованиях Цифры в целом совпадают По крайней мере Известно на сегодня Это вы видите Ссылки и на наши исследования Отечественные и на зарубежные Что в принципе Среди больных шизофрении Те, которые имеют зависимость От алкоголя Или других наркотических веществ Их в 3-4 раза больше Чем в популяции Мужчины традиционно Преобладают над женщинами Среди них Но в силу того Что мужчины чаще Страдают болезнью Зависимость Еще одна из важных моментов Что шизофрения Как правило По крайней мере В двух И в третях случаях Предшествует развитию Алкогольной болезни Ну вот данные Московские Конца нулевых годов Говорят, что более 12% Всех случаев шизофрении Отмечается ее сочетание С алкоголизмом Тем не менее Если мы возьмем Спектр исследований Проведенных за последние 20-30 лет То разброс будет на порядок От 6 до 60% Но здесь конечно Имеется в виду Не только алкоголизм И другие виды зависимости Или просто потребление Средними последствиями Видимо это связано С несовершенством нашей диагностики С несовершенством критериев И подходов Оказывает ли алкоголизм Влияние на шизофрению Да И это показано Показано давно И действительно Как правило Он влияет плохо Почему? Потому что Прием алкоголя У больных шизофрении Способствует Экзоцизация То есть обострение Психотической симптоматики Снижение готовности Комплайенс Согласие на лечение Буквально перевод То есть согласие больного Лечиться Это приводит к более длительным госпитализациям К более частным обращениям за помощью Соответственно Это повышает криминогенность Дельных больных Это способствует В силу асоциального Образа жизни В этой категории больных Больше подверженность Таким социальным инфекциям Как ВИЧ И так далее Это приводит Разумеется К целому комплексу Социальных проблем Здесь они перечислены И что очень важно О чем последние Лет 20 Наверное Мы уже начали говорить Это то Что И то и другое И шизофрения И алкоголизм Сопровождается Снижение Когнитивного функционирования То есть снижение Познавательной функции И соответственно Это взаимоутяжеляет Одно другое Для того чтобы узнать Почему это происходит Какая причина заболевания Почему они бывают вместе Вообще найти подход к лечению Существует один из вариантов Исследования А именно Экспериментальная моделировка Где мы естественно Не воспроизводя Целиком Все аспекты То или иное Потому что Начинаемся Что-то смоделировать Для того чтобы Что-то лучше понять А что мы можем На сегодня моделировать На сегодня мы можем Моделировать почти все Я имею ввиду На модели С животным Мы можем моделировать Шизофрения Мы можем моделировать Аффективные расстройства И как депрессии И как маниакальные Состояния Мы можем моделировать Апилепсию Мы можем Естественно Нанося всякие Органические повреждения На головной мозг Экспериментального Животного Можем моделировать Любую органику Мы можем моделировать По существу Любые Химические зависимости Мы можем Моделировать Также пищевые Зависимости Потому что Пища тоже обладает Определенным Аддитивным потенциалом И Если вырабатывается Подкрепление Значит В принципе Может быть Сделана модель Зависимости Любой Ну и наконец Некоторые дошли До такого плеска Что научились Моделировать Отдельные Психопатологические Синдромы Такой как Деперсонализация Но речь у нас Сегодня пойдет В основном О шизофрении Об алкоголизм Существуют ли проблемы Да Проблемы Безусловно Существуют Все-таки Экспериментальное Животное Отличается От Момософенс Я не буду говорить В чем Прэнспиальное Отличие Но именно Это создает Проблемы Для нашего Моделирования Ну понятно Что алкоголизм Даже при Самых злокачественных Формах Его течения Формируется За все-таки Много месяцев А то и год И В эксперименте Мы имеем Определенную Проблему Именно сроков Формирования Того Что мы можем Назвать Зависимость Естественно Главенствующая Парадигма В современной Биологической Психиатрии Это биопсихосоциальная Модель Что это значит Это значит Что постулируется Что все Заболевания Психические В основе Ихотеологии Лежат Три группы Факторов Это биологические Факторы В основном Связаны С наследственностью И так далее Это факторы Социальные Это факторы Психологические У каких-то Заболеваний Удельный вес Биологии Значительно Больше Например У шизофрении Но у алкоголизма Совершенно очевидно Что социальные факторы Будут оказывать То же существенное Значение Как мы Это можем Моделировать На Проблемы И что касается Тестирования То здесь Мы хорошо Умеем Тестировать Предпочтение Алкоголя Я об этом Поговорю Отделено Это все Но Проанализировать Все аспекты Поведения А поведение Зависимой Личности Страдающая Аддикция Оно очень важно И для прогноза И для коррекции И для всего Конечно Эти аспекты У нас не достает Тестов Для того Чтобы оценивать Самые разные Аспекты Поведения Это что касается Проблем Моделирования Общехимической Зависимости И алкоголизма В частности Есть ли проблемы Моделирования Безусловно Есть Нам очень сложно Моделировать Целый ряд Симптомов И расстройств Той же самой Шизофрении Ведь Собственно Как смоделировать То что Бройлер Назвал основой Именно схизис Расщепление Психической деятельности Мы можем Воспроизводить Какие-то Отдельные симптомы Мы естественно Не можем Смоделировать Болезнь Плюс У нас Большие проблемы С моделированием Самого течения болезни Потому что Течение шизофрении Часто бывает Проградиент То есть Несмотря на все Наши усилия Нарастает дефект Нарастает Эмоциональное Молевое снижение Что нам делать В этой ситуации И Что касается Моделирования Коморбидности То этим Человечество Вообще Занимался Очень мало Это буквально Первые исследования Мы не до конца Понимаем Саму Природу Естественно Что для более Правильного Моделирования Нужно Добровольное Все-таки У нас Не изображает Фонтан Самсон Наоборот Некого Водка Насильно Не вливают Тем не менее Нам это приходится Делать в эксперименте Спаивать Спаивать Индивидуально Каждую Присоводительность А можно Спаивать В группе Я покажу Что это Имеет значение Можно Дифференцированно И не дифференцированно Какими-то Определенными Напитками Это оказывается Тоже Имеет значение Мы можем Модифицировать Введение Этанола Вводить его В одной концентрации В другой Дровно Сразу И так далее Мы можем Изменять Какие-то Внутренние Константы Организма С помощью Направленной Возникствия На этом фоне Производить Спаивание И наконец Мы можем Выводить Специальные Линии крыс Как выглядит Линия крыс На Бушинском Молодкине Для эпилепсии И здесь Мы можем В общем Выводить Популяцию На средственную Популяцию Крыс Потенциальных Алкоголев Что Мы добиваемся Моделировая Шизофрения Еще Барбара Липская В начале Нулевых Годов И Говорит Кисала Что Мы можем Пытаться Воспроизвести Причинный Фактор Я уже Скал Что для Шизофрения Очень важен Кинетический Дефект В основе Которого Потом На основе Которого Потом Будет Разбиваться Патологический Процесс Мы можем Дискриптно И это Удается Достаточно Давно Десятилетия Этих Исследований Где мы Пытаемся Воспроизвести Какие-то Симптомы То есть Феноменологию И наконец Очень важный Этап Очень важный Для разработки Новых Лекарственных Веществ А именно Антипсихотиков Тех Веществ Которые Мы можем Двигаться В этом Направлении И Зная Уже Механизмы Действия Этих Антипсихотических Веществ Примерно Представлять Себе Что же Происходит На уровне Нейромедиаторном В мозгу Экспериментарном Живом На сегодня Существует Несколько Групп моделей И несколько Индивидуальных Моделей Примоделирования Шизофрении Самые Старые Модели Это Амфетаминовая Модель Основанная На Допамином Миметическом Эффекте Феномина Известны Они Еще С 30-х Годов Когда Стали Изучать Достаточно Глубоко Амфетамин Были описаны Так называемые Антитаминовые Психозы При Достаточно Высокой Дозе Амфетамина У людей И у наркоманов В том числе Естественно Возникают Психозы Связанные С повышенной Тревогой Бредом Билсанациями Эта модель Амфетаминового Психоза Была перенесена Дальше На экспериментальное Моделение Эти модели Сохраняют Определенную Актуальность Я имею ввиду Амфетаминовые До сих пор И кстати Благодаря Именно этой модели Возникла Первая Более-менее Разумительная Гипотеза Возникновения Шизофрении Так называемая Дофаминовая Которая потом Подтвердила Что да При шизофрении Нарушается Дофаминовая Передача Что у нас Имеется Переизбит Дофамина И пришло Это во многом Из нейрофармакологии Что такие средства Как галлоперидол Кубируют Вот эту Острую Шизофреническую Симптоматику Потому что Он блокирует Дофаминовый Рецептор Второго Тима В последние Пару Десятилетий Развиваются Другие модели Связанные Как раз С более Современной Концепцией Шизофрении Современная Концепция Шизофрении Это Дизонтогенетическая Концепция То есть Когда у нас Имеется Базовый Дефект Генетический Имеются Еще дополнительные Вредности Нарушающие Антогенез И на этой Основе Формируется Заполевание И здесь Мы пытаемся Воспроизвести Именно это Нарушая Развитие Нервной Системы Вы видите Это может быть Перинатальная Депривация Инфекционное Заражение Замет Чтобы заметить Развитие Главного мозга Мы можем Нарушить Нерогенез Проведя Определенную Операцию Гиппокарь У моворожденных Крысят Есть такая модель Перинатальный Стресс Мы можем Саняться Неонатальным Уреждением Мы можем Воздействовать На глутаматергические Функции И это тоже Одна из Современных Моделей И наконец Мы можем Как я уже говорил Вывести Определенную Линию Которая Будет Более чувствительна К экспериментарным Психозам Ну вот На этом Слайде Я постарался Объединить Вот что Мы можем Самые яркие Симптомы Шизофрении Про которые Многие знают Бред Алюцинации Продуктивные Симптомы Мы как раз Связываем С повышенной Трансмиссией Дофамина Это Собственно Моделирование Геперактивности С помощью Различных Фармакологических Агентов Повышающих Содержание Дофамина Либо Соответственно Испытывая Лекарства Можем Играть С галлоперидоном Который Будет У нас Вызывать Каталексию И каким-то образом Пытаться Реклупировать Стереотипное Поведение Когда Моделирование Шизофрении Совершает Одни и те же Навязчивые Дыжения Мы пытаемся Опять же Воспроизвести Те стереотипии Но это Конечно Чистая Фетомонология Но что делать Который Вызывается Дофамином Ухудшение Психотических Симптомов Антагонистами Глутаматных Рецепторов Тоже Одна из Моделей Да Антагонисты Глутаматных Соответственно Мы тоже Можем Успользовать Эти вещества Больные Шизофрении Известимых Стресс Мы Также Воспроизводим Гиперактивность Вызванного Стрессом Дефицит Обработки Информации Мы Опять же Фармакологически С помощью Морфинов Пытаемся Я не буду Перечислять Это все Но Вы видите Что на сегодня Мы более-менее Не умеем Воспроизводить Какие-то Симптомы Я надеюсь Что в этом Я вас убедил Значит Но Если вы заметили Нам в общем Удается Лучше всего Воспроизвести Именно Вот эти Позитивные Репродуктивные Симптомы Мы имеем Больше проблем С негативными Симптомами А они Не менее Важны Для шизофрении Потому что Эти симптомы Как раз Свидействуют О нарастании Болезни О нарастании Эмоционального Левого Дефекта Как говорят Психиатры Которые Абсолютно Десоциализируют И инвалидизируют Пациента И наконец Модная тема Если Когда я еще Учился Психиатрии В 80-е годы Нас учили Что при шизофрении Есть грудь Веглубка Симптомы Позитивные И негативные И вдруг Обнаружили Что оказывается Есть когнитивные Расстройства Что это Триада Нарушений И вот эти Когнитивные Расстройства Не зависят Никак от позитивных Связаны с негативными А часто Вообще Предшествует Отнозы И сейчас Действительно Нарушение Познавательной Деятельности Современная Деофармакология Шизофрении Направлена На создание Препаратов Которые Улучшают Когнитивное Функционирование А не нарушает Его Как это делали Наши Типичные Нейролептики Тимпа Аминозина Далперидол Трифлоперазина И так далее И действительно У нас есть Проблема С моделированием Опять же Вот эти Когниции Теперь Возникает вопрос Почему Вообще Возникает Коморбидность Ну Самая Первая Идея И она Разумная Была Идея Созмедикейшн Человек Начинает Употреблять Психоактивные Вещества Потому что Им плохо Плохо Особенно Начальных Атап Он чувствует Свою Измененность У него Может быть Депрессия У него Будет Тревога И он Пытается С помощью Эльфоризирующих Веществ В том числе Алкоголя Улучшить Состояние Либо Известный Алкоголик Депрессант Соответственно Он будет Снижать Интенсивность Тех же Галлюцинаторных Переживок Разумно Да Как тогда Один вопрос Как тогда Веснить Случай Когда Алкоголизм А это Треть В логику Тогда Не вписываются Значит Появляются Еще Гипотезы Гиперчувствительности В общем Тоже Разумно И психологически Понятно Что больные Которые Страдают Психическими Расстройствами Более Уязвимы В принципе Да К любому Количеству Алкоголя Чем Обычные Люди И поэтому Они Быстрее Становятся Ну да Например Как наш Северный Народ Или Американские Индейцы Ну В принципе Да Но не Объясняет Абсолютно Все Всего Многообразия Коморбидности Модель Общих Факторов Появляющихся В 90-е годы Существует Есть общие Факторы Между Шизофренией Зависимостью Что Да И для Наследственные Факторы Оказываются Важными Проформирование Химических Зависимостей При шизофрении Социально-экономический Статус Низкий Тоже То есть Вот Вся Эта Биопсико-социальная Модель Она Где-то Пересекается У тех На других И они Друг друга Усиливают И Наконец Уже Совсем Недавно Появляется Так называемая Интегративная Модель Которая Говорит Что На самом Деле При Факторов Психической Патологии Нас Мозг Очень Сходным Образом Реагирует Не важно Что это Депрессия Шизофрения Это Зависимо Реагируют Очень Конкретные Структуры И Подкорковые И Особенно Все Это По-любому Сопровождается Дисфункцией Лодных Отделов И Нет Общих Факторов Скажем Дофаминовый Фактор Имеет Колоссальное Значение И при Шизофрении И при Зависимость Вы Наверное Слышали Что Все Зависимости Это Изменения В системе Награда Реорд Систем Основной То Что Активирует Систему Наград Положительное Подкрепление Дофамин Я Уже Показывал Что Дофамин Играет Важнейшую Роль В Формировании Целого Комплекса Шизофренических Симптомов И Так До сих пор Ответа На вопрос Почему Вообще Происходит Сразу Базон Долеван По Одному Чеку Нет Значит Мы думали Что Мы Будем Первыми Но При Изучении Литературы Оказалось Что Мы Не Совсем Первые Когда Мы Решили Моделировать Именно Двойной Диагноз Я Уже Говорил Что Экспериментально Моделирование На животных Севических Нескодестилетий Но Что Касается Именно Моделирование Коморбидной Патологии Нас Немножко Обошли Вот Была Действительно Модель Неонатального Повреждения Вентрального Гиппокампа Как раз Из Моделей Связанных С нарушением Развития Мозга И Они Показали Что Если Начать Спаивать Эти Крыс То Посреди С тем Которым Это Не Делали Они Становятся Быстрее Алкоголик Сегодня Больше Что Это Считает Алкоголик Это Говорит О том Что Двойной Диагноз Действует Ухудшая Состояние По крайней Мере В отношении Алкоголя Мы Столкнулись Перед Проблемой Как Моделировать Естественно Первая Модель Которая Приходила В голову Это Фармакологическая Модель Связанная С Дофамином Хотя Бо Как Понять Амфетамин В наших Условиях Откарается Длительным Теремным Заключением Поэтому Мы Решили Использовать Для этой Цели Дофамином Миметик Альдопа Карбидопа Препарат Известный Накром Использующийся Для лечения Паркинсонизма И вот Показать Что действительно Действует Подобно Амфетамину И дает Как раз Сходные Эффекты Амфетаминоподобные Эффекты На экспериментаре И вот Действительно Самые Первые Эксперименты При Моделировании Вот Эта сам Модель Покажет Увеличивает Предпочтение Мы Также Показали Что Это Можно Делать С помощью Другой Модели И Показали Что Воздействие На Эклиптическое Изменяет Потребление В каких Случаях Об этом Как раз Я и Собираюсь Сегодня Больше Говорить Что Мы Для Этого Используем Какие Методы Самый Известный Метод Двустаканная Проба Название Веселое Суть Сводится К тому Что Действительно Дается Две Поилки Одна С Раствором Спирта Другая С Водой Дальше Оценивается Что Предпочитает Крыса После 36 Часовой Питьевой Депривации Реакция На Зму Действительно У Крыса Одно Из Тоже Феноменологии Которая Воспроизводится Это Меняется У Крыс Классический Метод Кто Занимается Поведением Всем Знакомо Поведенческий Эксперимент Связан Это Наша Программа Джойстик Пишет За Крысы Следуют Экспериментаторы Мы имеем Траекторию Подхода К Норкам Вертикальную Прочие Активность Оценивается Латентный Перед Началом Движения Вертикальная Активность Заглядывания Норки Громер И количество Борис Это Оценивает Поведенческую Активность Тест Отчаяния Который Используется Тест Порцов Где Крыса Важен Период Замирания Это Меняется И при моделях Шизофрении И при моделях Депрессии Ну и наконец Очень важный момент Оценка Социального Взаимодействия Крыса Социальное Животное Человек Тоже Социальное Животное Социальные Факторы В алкоголизме Имеют Очень важное Значение Даже Значительно Больше Чем Шизофрении И соответственно С помощью Оценки Наблюдения За Взаимодействием Крыс Мы можем Социальные Рамки Подсчитывая Количество Агрессивных Атак Количество Подчинений Груминга И так далее Вот наша Основная Первая Была Как раз Связана Просто Самая Первая Модель Экспериментальная Психоз По сравнению С Так Крыс Ну вот Вы видите Экспериментальная Группа Которая Давалась На Ком Давался Он 5 дней Порос Через Один раз В месяц Дальше Одна Группа Десятипроцентный Раствор Чем Двух Месяцев И Каждые Две Недели Мы Проводили Двустокарную Пробу Ну Естественно Оценивали Поведенческие Парагенты Вот Что Получилось Вы Видите Что Через Месяц Группа Крыс Которые Получала Достоверно Больше Предпочитает Алкоголь В общем Это В принципе Сохраняется Дальше Немножко Выравнивается И О чем Это Свидетельствует Свидетельствует Это О том Что Явно Введение Допомент Меметика Это Усиливает И То Что Эта Модель Комормирности Сработала То Наша Модель Шизофрении Действительно Усиливает Предпочтение Спирта Вот Здесь Показано Мы Попытались В этой Модели Как бы Развести Понятие Обострения То Когда Мы В 5 Дни Вводим Самую Льдопу Леводоп Камбидоп А потом Значит У нас Период Когда Это Не Водится Мы Оценивали Крыс Сразу После Этого Ну Как Имитируя Некое Обострение И Тем Примес Обратите Нимаю Что Обострение Они Выпивает Больше Это Свидетствует Еще Раз В И Скорее Всего Вот Этот Эксперимент Говорит В пользу Того Что Оно Имеется Определенный Общий Механизм Здесь У нас Был Выделен Исключительно На фаминах Следующая Модель Ранней Социальной Изоляции Когда Был Показано До Нас Модель Известность 90-х Годов Что Раннее Отделение От Матери И Ранней Социальная Изоляция Вызывает Такие Поведенческие Изменения Как Увеличение Двигательной Активности Ухудшение Обучения Тревога Нарушение Латентного Томожения Сенсорная Дефицит То есть В принципе Каким-то Образом Она пытается Воспроизводить Не только Продуктивные Симптомы Но и Негативные Что у нас Оказалось Ну тоже Вот дизайн Здесь Описан Тоже В 21-24 Дня Высаженные Из родительских Клеток И они Содержались В изоляции 35 суток Контрольные Ну и дальше Мы также Оценивали Предпочтение Алкоголя И те же Поведенческие Параметры Ну вот что Получилось Смотрите Вот эти Крыс Когда Стали Оценивать Их Двигательная Активность В открытых Город Модель Сработала Как положено Они дали Ее больше Сразу После Изоляции Что и должно Было Быть Количество Сначала Вертикальных Стоек Для Так Ути Первый Слайд А это Количество Тех Активность Явно Выше А это Времонахождение В стартовой Зоне Открытого Поля Тоже Они отличаются Хотя Здесь Достаточно Небольшие Цифры Но Они Достаточно Достоверны Ну и вот Смотрите Двустаканная Проба Опять же У экспериментальной Группы Крыс Потребление Этанола Сразу Больше Сразу Больше То есть Эта модель Тоже Дала нам Увеличение Потребления Опять Зайдя С другой Конца Мы получили В общем Сходные Результаты И Ну вот Времени Подвижности Достаточно Достоверных Различий Не было Но в целом Мы можем Говорить Что И в условиях Длительного Опыта Это был Длительный Полгода Он длился Социальная Ранее Социальная Изоляция Приводит К увеличению Потребления Но Здесь Наверное Другой Механизм Причем Тут Дофами Возможно Здесь Поскольку Еще Я уже Говорил Что Ранее Социальная Изоляция Это Еще И Некоторая Модель Тревоги С Депрессией То Возможно Здесь Мы имеем Иной Механизм Помогли А именно Сауфмедикришн Самый Чем Идем Дальше Естественно Возник Вопрос О Зоосоциальных Отношениях Нас Он Давно Интересовал Касался Он Зоосоциальных Отношениях При алкоголизме Как влияет Иерархический Статус Крысы На Потребление До нас Было Показано Что Субдоминантные Особи Действительно Чаще Становятся Предпочитающими Этанол В Изоляции Больше Алкоголи Потребляют Доминантные Особи Это Тоже Понятно Потому что Для них Это Стресс Изоляционный Для Доминантов Больше Чем Скажем Дан Этанол Понятно Ну И Значит Мы провели Тоже Эксперимент Сначала Это Был Изоляционный Стресс Где Действительно Доминантные Особи У нас Стали Спиваться А Дальше Мы провели Такой Эксперимент Где Мы Спаивали Крыс Что И Доминанты У нас Пили Отдельно Две Других Не пили Субдоминанты Подчиненные И Значит Потом Подчиненная У нас Одна пила Не пили Доминант Субдоминантов И Полило Это К тому Что В группе Трезвенников Пьющий Перестает Пить У них Развивалась Версия То есть Даже Крысы Пьют На троих И В этом Случае Когда Они Пьют В группе Действительно Мы Получили Что быстрее Всего Спевается Подчиненные Далее Следуют Субдоминанты И Далее Следуют Соответственно Доминанты То есть В зависимости От условий Социальные Факторы Оказываются Очень важными В чем Действует Совершенно Противоположное Ну И Задача Была Разумеется Посмотреть Социальные Ранги И Вообще Как Это Действует В модели Комарбинности Значит Было Взят 60 Самцов Возраст 10-11 Недель Стандартная Диета По Три Животных Клетки Значит Была Модель Мы взяли Здесь Потому что Она Проще С Ведением На Кома И Здесь Мы Взяли Уже Полупринудительное Довольно Жесткое Спаивание Чтобы Побыстрее Это Все Происходило 15% На Средом Пятницам Повторник Четверга Питьевает Доприваться Но Поскольку Мы Гуманист На Во-первых Через Две Недели Изоляции Ну Чтобы Активировать Социальные Отношения У нас Нету Возможности Оценивать И в течение Суток То есть Они Просто Ссаживались И дальше Оценивали Их Взаимоотношения По количеству Атак Строй Как Возпочинение И так далее Ну И дальше Еще Один Тест Для Окончательной Оценки Их Социальных Отношений Когда В клетку Посылается Интрудер Это Может Самец Может Сам В нашем Случае Здесь Был Самец И соответственно Оценивать Как Взаимодействовать С доминантом С бдоминантом Который Уже Там Себя Значит Первой Группе У нас Была Группа С Экспериментальной Шизофренией Контрольная Группа И мы Тестировали Их На Первое Четвертое Введение Леводопа Корбидруппы И второй Эксперимент Где Была Группа С экспериментальной Шизофренией Подвергшаяся Алкоголизации Группа Просто Без Экспериментальной Шизофренией Которые Мы Также Тестировали Ну Значит Что В первом Эксперименте Оказалось Вот Видите Зоосоциальные Отношения С экспериментальной Шизофренией Ну Совершенно Очевидно Вот Первое Первое И четвертое Да То есть Когда Мы Наращили Вот Это Что Называется Введение Да Это После Четвертого Пусть Мы Видим Значительное Усиление Зоосоциальных Отношений Что Группа С экспериментальной Шизофренией Действительно Их Зоосоциальные Контакты Становятся Куда Более Агрессивные Куда Более Злые Чем У Обычных Водных Крыс Это Подтверждает В общем Релевантность Данного Модель Смотрите Социальные Ранги У них Даже Социальные Ранги При Введения Дофамина Меметика Меняются Достоверно Чаще Чем У Водных Групп Ну Вот Здесь Период Обездвиженности Он Недостоверен Мы Видим Здесь Только Снижение Этого Что Говорит О Правильности Модели Ну И Реакция На Звук Тоже К сожалению Видим Небольшая Группа Достоверных Различий Мы Не Получили Что Мы Получили С Шизофрении Обратите Внимание Что Крысы Которые У нас Потребляли Алкоголь Вообще В принципе Значит Это У них Алкоголь Нивелирует Вот эти Самые Зоосоциальные Отношения Вот Пожалуйста Они Абсолютно Одинаковые То есть Алкоголь Здесь У нас Тоже Проявляет Некоторые Функции И Даже В этой Модели Определенного Регулятора Вот Этой Возрастающей Агрессивности Возрастающей Быстрой Смены Зоосоциальных Отношений Вот Да Вы Видите Он Нивелирует Те Различия Во всех Поведенческих Методиках Которые У нас Сработали При Введении Препаратов Ну И Вот Это Почтение Алкоголя Смотрите Это Шизофрения Получавшего Алкоголя Просто Алкоголизированных Вначале Гоморбитная Модель Начинает Работать Да Вот У нас Уже Даже Вот У нас Достоверное Различие Пробежается На Первом Месте Эксперенции Потом Это Все Возрастает И Начинает Пить Больше Все И Различие Абсолютно Нивелируется Почему Такие Результаты Я думаю Что Здесь Сыграло Несколько Факторов На самом Деле Которых Пришлось Думать Уже Позже Может Это Неплохо Смотрите Они Приезжали В изоляции Для Того Чтобы Лучше Оценить Звово-социальные Отношения У них Уже Был Определенный Изоляционный Стресс Который Фактор Которого Вначале Не учитывал И Вот Здесь Могла Пойти Вот Эта Самая Схема О которой Я говорил Самолечения По крайней мере Вот В той Группе Где Крыса С экспериментальной Шизофренией Получали Алкоголь Наверное Мы это Получили О чем Это Говорит Это О том Что Надо Учитывать Как можно Больше Факторов Очевидно Для нас Сейчас Что Наверное Не существует Единой Модели Коморбидности Ее Не существует Может Не может Существовать Потому что Как не существует Единого Гена Шизофрении Как не существует Единого Фактора Вызывающего Эту Патологию Так и Не может Наверное Априорно Существовать Какого-то Единого Фактора Вызывающего Тем более Такую Сложную Патологию Как Коморбидная Патология И Это Мы видим Здесь Определенные Перспективы Поскольку Моделировать Можно Не только Эти Две Нозологии Можно Моделировать Две Разные Нозологии Еще и Другие Например У нас Сейчас Проводятся Эксперименты По моделированию Пищевой Зависимости Алкоголизма Где Одна Начинает Индуцировать Другую И Мы Видим Определенные Перспективы Здесь Для понимания Именно Генеза Той Психической Патологии Той Определенного Прогресса В области Биологической Психиатрии Чем Мы Занимаемся Благодарю Внимательно Спасибо большое Алексей Вопросы Там Камушки Включить Да Да Конечно Применение Нейролептиков Для терапии Влечения К психоактивным Веществам Это вопрос номер один И вопрос номер два Ну хорошо известная Сейчас актуальная Тема Это синтетические Наркотики Спайсы Которые У огромного Числа Их потребителей Вызывают Психотические Состояния Многие Доктора Оценивают Как первые Эпизоды Законения Есть В общем-то Практика Лечения Нейролептиками Вплоть до Электрошоковой Терапии Пациентов Которые Всего лишь Имеют Интоксикацию С пальцами И На их Тяжелый Психотический Эпизод Они близкие Но я не одинаковый Да Спасибо Значит С какого Начну с первого Дело в том Что согласно Всем международным Стандартам Кроме Наших Отечественных Антипсихотики Что типичные Что атипичные Абсолютно Не показаны Для лечения Зависимости Они не действуют На влечение Психоактивным Веществом Это общее Мирование Не существует Ни одного Доказательного Исследования Которое Показывало Что действительно Прием того или иного Нейролептика Или антипсихотика Снижает Влечение Героину Кокаину Есть Отдельные Работы Касающиеся Последнего Поколения Антипсихотиков Квитиопина Аланзопина Но еще раз Это единичные Исследования Общий тренд Что это Бессмысленно Назначение Антипсихотиков В наркологии И в антипсихотике Признается целесообразным Только при наличии Двойного диагноза То есть Наркомания Шизофрения Алкоголизм Шизофрения И так далее Где мы Антипсихотиками Лечим шизофрению Так вот Когда мы давали Нашим Квитиопин Наши крысы умнее Явно Тех Кто писал Стандартные Отечественные По наркологии Потому что Они стали пить больше На фоне приема Что атипичного Квитиопина Что и типичного Галлоперидола Это в общем Наверное Тоже о чем это говорит Ввиду бессмысленности В принципе Назначение этих препаратов Наркологии Теперь вопрос Второй Касающийся Спайс Действительно Шизофреноподобные Психозы Я об этом говорил Были описаны И на амфетамине И на Амфетаминоподобных Других Он описан Просто на Афенцикледине Они описаны На массе Галлоперидола Поэтому Они в принципе Не новость Что касается Спайсов То да Спайсы А это Синтетические Канабиноиды Аналоги Что-то близкое К марихуане Действует Значительно Более Сильных Меньших Концентрациях Они действительно Вызывают Психозы И причем Психозы Очень необычные Потому что Обычный Классический Амфетаминовый Психоз Протекает Несколько дней Действительно Его не отличишь По клинике От острого Приступа Шизофрении Но во-первых Больной Выходит из нее Чистый Без Голи Дефект Очень быстро И часто Даже без Нашего Лечения Значит Поэтому Ну Что мы Сейчас Я видел С Психозами Которые Возникают Из-за Утрения Это какие-то Хронические Психозы Они Длятся Долго Они Достаточно Атипичны Не столь Четкие Имеют Последовательность Как-то Имеют Психозы Амфетаминовые Что касается Того Что они Могут Спровоцировать Приступ Шизофрении Раньше считалось Что Это Вероятно Существенно Велика У Тех Лиц Которые Предрасположены У которых Есть определенная Эпигенетика Связанная Шизофрении Ну Вот Как Показывает Опять же Современные Исследования Вклад Но Это Было Еще До Эпохи Спайс Я Не знаю Исследования Связанных С Другая Эпоха Это Наступило 2008 Все До Этого Спайс Не Это Вот Последние Годы Вот Тогда Вклад Вообще Канабиноидов И Амфетамина Подобных В Общий Пул Шизофренический Оставил 2% То есть Два Раза Больше Чем Популяция Это Незначительно Простите Это Такой Же Вклад Как Проживание В Городе Как Миграция И Так Если Берем Социальные Факторы Он Крайне Незначительный Поэтому Я Думаю Что Требует Дальнейшего Исследования То Что Спайси Дали Какие Атипичные Психозы Если Они Становятся Хроническими То Естественно Мы Здесь Лечим Не Зависимость Не Отвлечение К этому Спайси А Лечим Психоз Здесь Естественно Оправлено Применение Нейролептиков Безусловно И Антипсихоз Особенно Хроническому Реал Но Опять На Что Здесь Оправлено Мы Лечим Здесь Психоз Независимость Если Ответ На Ваши Вопрос Я Видел Вопрос Исследователь Школьники Приготовьтесь Исследователь Ну ладно У меня Просто Не было Вопросов Поэтому Меня За мной Такой Общий Вопрос Не Очень Непонятный Потому Что Я Много Работаю С Медиками И Мне Всегда Казать Несмотря На Развитие Трансляционной Медицины А Ваши Исследования К Не Относятся Наверняка Напрямую То Медики К этому Относятся Весьма Скептически Несмотря На То Что Да Нужные Механизмы И так Далее Но Тем Не Менее Это Другие Животные Это Другое Социальное Поведение И К Этому Нужно Относиться С большой Осторожностью Даже С Недовением Совершенно Так И Есть Все Правильно Потому Что Когда Они Смеются Начинают Как Напрямил Крыса Ну Ну И Как Живот Тем Не 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 Есть Все Так Среди Психиатров Психиатры Которые Мыслят Нескобиологические Они К Этому Относятся Вполне Лоятно То Есть Как И Везде Люди Разные И Специалисты Тоже Разные У Кого Таких Клиницистов Клиницистов Это Все Вызывает Разумеется Как Вообще Любые Нейробиологические Исследования Ну И В этом Смысле Объективизировано По сравнению С другими Медицинскими Специальностями Мне кажется Что с этим Бороться Невозможно Вы знаете Что Немножко Изменилось К этому Отношение Когда появилась Функциональная Мартет Я Стали С этим Знакомы Там Действительно Какие-то Вечи Появилось Которые Ну Да Ты Видишь Ряженые Что До Наш Психиатров Стало Доходить Шерезнофрине Это Органическое Заболевание У нас же Было Деление Некие Мифические Эндогенные Что Эндогенные А мы Там Причину До Конца Не Знаем И Там В мозгу Изменений Типа Нет Не Бывает Все Органика Вопрос Сказать Дырка Там Или На Уровне Более Мелко Структур Органика Все Вот Насколько Знаю Эндопа Применяется При Терапии Болезни Паркинсон Совершенно Правильно И Получается Что Есть Возможность Того Что Больные Паркинсон Получив Дозу Эндопа Слягут С Шизофрена Подобным Синтолом Абсолютно Право Мы Даем Достаточно Высокую Дозу На Килограмм Веса Крыса Поэтому Мы Сознательно Вызываем Психоз Психоз У больных Паркинсон Описаны И Они В основном Связаны С Приемом Либо Циклодола Так сказать Известно Я их даже Наблюдал Да Это бывает Более того Я вам даже Скажу За счет Активации Дофаминологической Системы У больных Паркинсон Они Геммлеры У них Патологическая Игромания Развита Больше Чем Популяция Паркинсон За счет Этого Так что Тут И плюс Сексуальная Они Гиперсексуальная Еще Приятно То есть Там Да Вы правы Абсолютно Так и есть Еще Вопрос За школьников Если есть Вопрос Такой Но Просто Все-таки Об ограничениях Модели Моделирования Таких Стояния На животных Просто Я вот знаю Что Я читал Что крыцы Не проходят Так называемый Зеркальный тест То есть Они Не узнают Сами себя В зеркале У них Нет личности Как сейчас Считается И Насколько Правомерно Моделировать И Возможно Или Есть ли У них Галлюцинации Вообще Вот Хороший Вопрос То есть Как Мы Не можем Это Определить У них Бывает Поведение Напоминающее То же Стереотипное Поведение Которое Напоминает Галлюцинирующего Но это Опять же Метод Аналогии Я еще Рассказал Об ограниченности Этих Моделей Все Что Кстати Если У крысы Личность Хороший Вопрос Я знаю Наверное Все-таки Есть Определенные Какие-то Задатки Но Опять же Что Мы Понимаем По Личности Как Система Отношений Если Мы Берем Литические Определения Система Отношений У крыс Безусловно Есть И они На нее Реагируют Поэтому Какие-то Задатки Личности Наверное Есть То Что Крыса Не Проходит Зеркальный Тест Я не Знаю Моя Пошка Точно Проходит Моя Не А Моя Не Проходит Да Ну Видите Есть Такой Симптом Зеркала При болезни Альцгейма Как раз Когда больной Представит себя Узнает Зеркало Это Свидетельство Точно Личности Там Распад Но Я еще раз Повторяю Что нельзя Переносить Ни в коем случае Все Целиком Это Некоторые Наши Попытки Представить Себе Как Это На самом деле Потому что Мы не можем Это делать На людях Согласитесь Вопрос Или Коментарий Маленькая ремарка Зеркального теста Укрыз Но никто не делал Обонятельный Зеркальный тест Укрыз Может быть Она себя По запаху Будет узнавать А мы Этот тест Не пройдем Нам скажут Что мы Не Да Тоже Личность Ну Не столь Гармоничная Как Ирина Герман Васильевич Мне кажется Что уместно В этой аудитории Задать Подробный Вопрос Хотя Может быть Он прямо С Верси Не связан Но Интересно Услышать Коментарий Специалиста Есть Такой Вид Аддикции Который Получил Очень Широкое На сегодня Распространение На компьютерной Аддикции И Что Самое Тревожное Это То Что Начало Очень Ранее Ребенок Буквально Первый Год Жизни Попадает Планшет Попадает В первый Год Не попадает Не удерживает Может быть Нет Но Извините С полгода Ребенок Все прекрасно Удерживает А я Я даже слышала Видела комментарии В интернете По поводу того Что французские дети Первое слово Теперь говорят Не мама Планшет Шутка Шутка Но в этом Есть В общем Доля Довольно печальной Статистики Хотелось бы Узнать Вашу точку зрения И вообще Может быть Какую-то Информацию Об этом Получить Потому что Мне кажется Что это Каждый Может коснуться На сегодня Так Безусловно У меня Как раз Последний Обзор По интернет Зависимости Вышел Не так давно И в интернете Что я могу сказать Действительно Это зависимость Есть Более того Сейчас долго Дискутировали Включать ее ДСМ-5 Которую приняли В тринадцатом году Или не включать Было масса Аргументов Что включать Потому что И симптомы Во многом Похожие И Надо сказать Задействована Та же система Награды Все Абсолютно Те же структуры Что при наркомании И при всем другом Но Но Понимаете Если это включать То Сколько надо Людей включать Значит Какие это будут Социальные последствия Значит Если это болезнь Ее надо лечить Вы понимаете Это еще Имеет масса Масса Социальных последствий А если это не включать Это не лечить Это не надо лечить На это не надо страховку И этим занимаются психологи То есть Я не могу Я не имею права лечить Хотя у меня Достаточно Число было Пациентов С интернет-зависимости Я формально Не имею права Их лечить Теми антидепрессантами Ну вот Которые показаны Скажем При лечении Нигровой зависимости Есть стандарт Она включена Значит Но Вы понимаете Интернет-зависимость Это очень хитрая штука На мой взгляд Это Такая Виртуальная Это гаджет Диктон Понимаете Это Не химическая зависимость Посредством высокой технологии У нас нет аддикции к гаджетам У нас нет аддикции к планшетам У нас нет аддикции к лоттопу У нас есть зависимость К той форме деятельности С помощью которой Мы с помощью этого прибора Ее реализуем Что мы хотим Секс Общение Ген Шопинг Вот это имеет значение Смотрите У меня вопрос Более конкретный был Я говорила О раннем детском возрасте Потому что Это сейчас плохо контролируется Родителями По той простой причине Что очень удобно Когда у ребенка Такая игрушка Он сидит тихо Неподвижно Для родителей Идеальная ситуация Поэтому она повторяется Вот Извинили какие-то данные Последствия Для детской психики Ну разумеется Это плохо Это понятно Вы знаете У некоторых принято Чтобы детки тихие были Немножко На стойке опия На сосочку Но это тоже плохо Очень много неправильных Форм воспитания Я считаю Действительно Самозапреты Ограничения Пользования Всеми этими гаджетами Естественно Не делать это В раннем детском возрасте Все понятно По этим Ну раньше не было Компьютеров Были телевизоры Да И была телевизионная Зависимость Которая заменяла Многим Вот эту зависимость От отношений То есть Человечество От чего быть зависимым Найдет всегда Понятно что В эпоху Высоких технологий Это стало Намного проще И действительно Да это беда Но что с этим делать Запретить Я не думаю Что это поможет Я думаю что Ну вообще Это отдельная тема Касающаяся Профилактики У меня есть Своя точка зрения На отчеты Это требует Явно отдельной лекции Я не могу больше Занимать ваше время Есть ли какие-то вопросы Так сейчас Еще есть Давайте У нас был вопрос Уточняющий Как раз Про интернет Зависимость Просто Есть очень много Действительных Действительности Собственно говоря А с пунктов И компьютеров Есть Допустим Те же компьютерные игры Да Общение В соцсетях Или просто Как это Сорфинг По интернету Конечно Вот это Различается Да 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 Различается Есть несколько Не существует На сегодня В общем Среди специалистов Это призна Что единой Интернет-зависимости Нет Что есть Разные формы Которые Ну кто-то там Придумал Один вариант Другой Первый Кимберлиян Который Интернет-11 Дикционатом 5 форм Интернет-зависимости Они у меня Некоторые вопросы Я там 7 форм Придумал Интернет-зависимость В зависимости Какая Нехимическая Зависимость Реализуется Дэвис Придумал Две По-моему Тоже Они между Собой Не отличаются То есть Не с того Конца Единой Классификации Нету Мне очевидно Что это Важно То Что ты хочешь Можешь ли ты Это как-то Реализовать В обычной жизни Ведь 5 Что получается Мы еще Исследовали Интернет-аддиктов В нулевые годы У нас Когда мы оценивали Их особенности Личности У нас на первое место Вылезли шизоиды Их было 35% Среди интернет-аддиктов Там не бывает Ни при какой Зависимости Уверяю вас А гипертимы Которые тогда Вообще Возглавляли Списки аддиктов Сил поиска Они были на последнем месте Им не нужен интернет Они так Все реализуют Понимаете Ну Чисто Давайте Если Городки Дашь Когда Вы говорили О моделях Психических расстройств Именно Как на животном Это делается Вы По-моему Говорили О Преонатальной Протеиновой Депривации Я этим не занимался Просто Такая модель Обисана Действительно Если Протеиновые Да Потому что Если не давать Белка Мозг Плохо Звевает Если Беременную Крысу Не кормить Белковой Пищей Вероятно Да Вероятно Развитие Шизофрении Вероятно Ну Не будем Занять Шизофрении Назовем Это Экспериментальной Моделью Шизофрении Наверное Да Только Это Надо Проверить Думаю Что Да Спасибо Еще Спасибо